Что касается войны, дальше все спускается на человеческий уровень с государственного. И тут была очень показательная история этого десантника Козлова. Который записку оставил, да? Нет, 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 он вернулся без ног, да, его привезли. Он воевал тут у вас в форме беркута, были фотографии, да, и, значит, побывал в Севастополе успел. А потом под Донецком или под Луганском, не помню, потерял ноги. Его привезли домой, обрубок. А откуда он сам? Не Москва, а какой-то закрытый город. И вот там была совершенно потрясающая история, потому что, ну, это был один из первых рассекреченных случаев, о котором удалось, о котором написали. И его отец выступил, да, в такой патриотической речи, что вот он как солдат, вот, да, выполнял приказ, да. А дядя, его, видимо, меньше инфицированный, да, очень печально писал, ну, что там, там, матом он написал, ну, что, зато Крым наш, вот цена. Вот трещина прошла по семье, да, вот таким образом. Вот папа и дядя этого мальчика, да, что этот мальчик сегодня думает об этой войне? И что, завтра будет думать? Да, ну, уже сегодня, да, прошло достаточно времени. Что думает его отец сегодня об этой войне? И когда ему звонят с радио или с газеты? А вот все, сошла с ума их, о них все забыли. Да, да. А мальчик остался без ног. Какие социальные гарантии у нашего государства? А не какие? Мы знаем примерно. Как он будет жить, мы примерно знаем. Как государство немедленно плюнет и забудет про него? Большая обезьяна. Да, как вот, да, отработанный парт, чего теперь-то? Много других. Да, надо заниматься, надо инфицировать в мозге следующим, Козловым, да, чтобы не убавлялась этот поток, не убавлялся радостных этих ребятишек, да? А с этим-то что? Вот, когда вы говорите про войну, хотят ли? Вот сегодня давайте, вот если бы кто-нибудь интересно вспомнил, сегодня бы подошел к тому же папе, который сказал, что вот это вы там, там, предатели белоленточники, он поступил как солдат, вот здесь патриотическую речь произнес по горячим следам, а что ему оставалось? Вот интересно узнать, что он сегодня думает про эту войну, про цену. Притом он-то несколько раз повторил, что он на границе погиб, там были обстрелы. Это ему так хочется думать. Ему так хочется думать. Тогда он будет в мире с собой, что его сын, по крайней мере, за что-то оборонял, защищал родину. Хоть ты знаешь за что, как знали за что, там, наши деды, да, там, мы... Трагично, но хоть ты понимаешь, за что человек погиб, а тут-то за что? За священную корсунь? За русский мир. За возможность ему растопыривать пальцы и воровать дальше? За что? Так вот, сейчас спросите у этого папы и у этого мальчика, вот сейчас... Просите вы у тишины. Спросите вы у них, что они думают об этой войне, только не, да, под водочку спросите, не под микрофон, а под водочку, да? И вы через какое-то время услышите отношения, да? Вот это очень важно понимать. Очень важно понимать, что когда человеку суют под нос микрофон и говорят, ты за политику путь, ты за путь? За путь. Да? А под водочку? Но без гречки уже, да? И без ног у сына, и без денег, и без того, и без другого. Что ты думаешь про все это? Вопрос же в другом. Вопрос, к сожалению, о том, что в России отрезаны все механизмы обратной связи. Механизмы. И миллионы, десятки миллионов людей уже начинают понимать. И понимают уже многие, а скоро будут понимать многие десятки людей, миллионов людей. Вопрос, к сожалению, о том, что в России отрезаны все механизмы обратной связи.